Эштон Кэтчер решил немного необычно отметить свое 34-летие. Он создал свой благотворительный фонд и запустил сайт kozis.com, на котором обращается ко всем своим поклонникам с просьбой внести свои пожертвования на борьбу против сексуальной эксплуатации детей. Кэтчер клянется, что все деньги, доллар к доллару, а нужно всего-то 350 тысяч, будут использованы в благих целях. И хотя Джоли уже точно не получит Оскара за свой режиссерский дебют, актриса все же появилась на красной дорожке, чтобы поддержать мужа. Брэд Питт номинирован как лучший актер за фильм «Человек, который изменил все». Роберт Дауни-младший и его супруга Сьюзен нарекли своего новорожденного сына Икстон Элиас Дауни. Мальчик родился 7 февраля. Это второй ребенок Роберта, у которого уже есть 18-летний сын от первого брака. В «Бич Бойс» спустя 20 лет снова соберутся вместе на Грэмми 12 февраля. Легендарные пляжные мальчики споют вместе с Maroon 5 и Foster the People. Ну и наконец Дензель Вашингтон зажег на красной дорожке в Нью-Йорке, представив свой новый фильм «Код доступа к Кейп Таун». Вашингтон с удовольствием позировал перед камерами вместе со своим партнером по фильму Райаном Рейнольдсом. Фильм выходит в прокат 10 февраля. «Кон batter паяща», «Кон batter паяща»,